Поговорить о Боге Создателе, который нас сотворил по образу подобию своему. У вас, может, какие-то вопросы есть? А что сказать-то? От кого прячетесь? От чего сказать? Ничего, бухай. О Боге говорит. Умер и воскрес, и ждет людей с покаянием, чтобы не оказались в аду вместе с дьяволом, то, что творится в этой рулетке. А, вот это прям в рулетке творится. Здесь самое тупое, самое блудливое собралось. Да-да, 21 век. Отбросы общества, сатана насеял сюда, а мы пришли сказать им, я вот спрашиваю каждого, с кем разговаривали, у вас дома есть такая книга? Есть, но не такая, но есть. Ну, показать можете? Или она у бабушки за стенкой? Все. Так, подождите, что там? Подождите, поближе, поднесите, чтобы я просчитал. Так, что там написано? Поближе, поближе, поднесите, поближе. Так, подождите. Федоровская икона Божья Матерь. Так это же не Библия. А у меня, может, нет? В Библии дается закон, а икона и остается. Значит, Библии нету. Но я верусь. Знаете как, Ян Татаус говорит так, ты не считаешь Библию, ты не знаешь закон Божий. А не зная закона, ты его нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь, и все от того, что не считаешь. А почему так? Вы в интернете-то разбираетесь тут? Я могу дать вам ключик с большим сокровищем. У нас очень большие ресурсы. Два слова запомните, запишите. Игнатий Лапкин, это я. Напечатайте тут правильно, чтобы я увидел, что правильно напечатано. Игнатий Лапкин. Лапкин, лапа уменьшительная. Игнатий Лапкин. Лапкин, кин, не кена, кин. Игнатия, Игнатий, и, и кратко. Что-то имя, имя, неужели не знаешь? Игнатий Лапкин. Вот правильно. Вот, сохрани у себя эти слова. Вы с этими словами можете меня найти по скайпу. По скайпу. Я там скину наши ресурсы. Пока только назову один. У нас канал называется «Во свете Библии». Запиши. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Во свете, свет от Библии идет. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Такого нет у канала во всей мировой сети. Так, открылось? Сейчас, секунду. Только, чтобы не ругался, пока разговариваем. Игнатий Лапкин. И там видно, сколько подписчиков? Вот я узнаю, как назовете цифру. Я увижу, что открылось. Вы правильно зарядили «Во свете Библии» Игнатий Лапкин? Да, да. А то она ошибку не пропустит. Она будет искать другое совсем. Четыре слова. Игнатий Лапкин во свете Библии. Канал. Канал. Именно канал. Ну да. Ну, чего же она не открывается-то? Почему? Сейчас, секунду. Реклама. Не посетите. Вам будет очень-очень интересно. Мы как деревню православную строим. Где нельзя курить, пить, материться, воровать, лгать. Что там появилось? Сорок три тысячи. Сколько там подписчиков? Сорок три тысячи. Правильно. И просмотров сорок три миллиона. Ну, я там включил, там сразу просмотр. У нас, да, у нас семнадцать, здесь семнадцать тысяч четыреста роликов наших. Вообразите, сколько. У нас миссионерская поездка была. Как к нам приезжает митрополит, служит. Как у нас одеваются. Вы все увидите. Я начальник детского лагеря, сорок пять лет был. И в детском лагере как? Наркоманы дети и бросают навсегда. То есть, это большая работа. Вы же сейчас только не снимаете? Обязательно даже. Вы снимаете? Ну, а что у нас само снимает? Нам что снимать-то? Тогда я матом себя буду ругаться. Ну, это не годится. И воскрес для нашей будущей жизни. Чтобы мы покаялись, жили для Бога. Любили Брежнева, как самих себя. Вы где? Так, вы где находитесь? У вас там есть православный храм? Да, есть. Ну, вы можете сходить, купить Библию и будете знать закон Божий. Мы знаем закон Божий. Знаете? Не убей. Не своруй. Не завидуй, по-моему. Так. А кем является для вас Христос? Кем? Ну да, кем? Ну, допустим, вы скажете, если я покажу на женщину, то скажешь, это моя мама. А Христос кем для вас является? Кто? Иисус Христос. Кто для вас? Кем Он для вас лично является? Лично для вас? Кто? Бог Он. Правильно. Он Богочеловек. Второе лицо Троицы. Он умер за нас. Он наш Спаситель. Ни в какой религии Спасителя нет. Только в православии. Только в христианстве. Он умер за нас. И ждет людей с покаянием. Чтоб жили для Бога. Чисто. Свято. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Вот вы посмотрите, если на наш YouTube зайдете. У нас огромные-огромные ресурсы. Вы себе два слова запишите, как ключик дам к нашим сокровищам. Игнатий Лапкин. Это я. Напечатайте, я посмотрю, правильно или нет. Напишите. Как еще раз? Игнатий Лапкин. Напечатайте. Лапкин? Лапкин. На YouTube вы. Игнатий Лапкин. Сейчас я скажу, если правильно написано. Игнатий Лапкин. Подождите минуточку, пожалуйста. Пожалуйста. Игнатий Лапкин. А ну-ка на меня. А вы на меня направьте. Подождите. Неправильно. Ларкин. Лапкин. П. П. Игнатий Лапкин. Лапа уменьшательная. А вы не могли тут написать, что у меня появились буквы-то. Там она же отправляется. Отправьте, чтобы у вас ошибки не было. Ну-ка еще раз. Подождите. Подождите-ка. Не дергайте. Лапкин. Правильно. Вот смотрите. Вы эти имена... Мое имя запомните. Если по скайпу зайдете, вы сразу на меня выйдете. Второго фамилии нету. Я один на весь интернет. Я вам скину и YouTube, и сайт, и форум, и мой мир. У нас огромные ресурсы. На сайте там 38 моих книг. Книги мои. Мною выпущенные. Вы увидите там мои занятия, которые я вел в пяти университетах. В 13 школах. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Как детей воспитываем. Наркоманов отдают. Через месяц их уже не узнают. Вот у меня... Если вы зарядите сейчас канал «Во свете Библии». Два слова. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Можете прямо сейчас зарядить. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Напишите, пока не расстались. А вы популярны, да? Ну, вы сейчас увидите. У нас 17 400 роликов наших. 17 тысяч. И все они, они игровые, все полезные. По разным отраслям. То, что мы делаем. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. «Записали». Сколько там у вас? Она открылась, нет? «Нет, мы потом посмотрим. А потом. Ну, вот там увидите. У нас посещаемость 43 миллиона. Вы увидите, как у нас поездка была миссионерская. Вот у меня 38 томов вышло. Ну, а каждая книга 752 страницы. Это на полку поставить метр сорок. И полный комплект стоит 750 евро. И мы, я просто убого выпросил, чтобы Бог открыл сердца людей. И мы в Барнауле живем, Алтайский край. Мы проехали до Владивостока, порт Находка. Вернулись, там Тихий океан. И дошли до Атлантического, Португалия, Лиссабон. Потом прошли Скандинавию, Прибалтику. И на север, и Турция. Прошли 650 городов и сел. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Да, это Господь сделал. А у меня пенсия самая маленькая. Это Бог сделал так. У меня ничего нет. Вот маленький такой телефончик подарили, и все. Я был известный в то время. И Господь мне позволил, положил на ум. Насчитать книги в советское время-то. И я насчитал 50 книг. Библия, Златоуз, Жития святых и Архипелагулаг. И брал интервью репрессированных, стихотворения про Ленина. И меня. Я вернулся только в 87-м году. И все это там показано, как я арестован и иду. И прошло 40... Скоро говорю. В 87-м, а в 91-м реабилитация произошла. Я полностью свободен. И подал в суд, что у меня изъяли. По государственным раценкам, они мне должны были 11 миллиардов рублей. Теми, недоминированными. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Бог так сделал. Господь сделал. И у них нечем рассчитываться. А судебный пристав... Я, говорит, арестовываю счета городской администрации. Они мне должны были. А почему они? Я не знаю. А брали, арестовывала КГБ. Ну, там, так это. И тогда она сказала, арестую бюджетники, ни учителя никто не получит, пока с Лапкиным и Игнатием Тиховичем не рассчитаетесь. И тогда со мной заговорили. Прокурор краев, мэр города. И мы сказали, нам нужно церковь строить. И в хорошем районе, центральном, вот я сейчас сижу. 13 соток и 2 дома. Мировое соглашение. Здесь мы находимся. Тут мы склады образовали для детского лагеря. Я 45 лет его начальник. Это все в интернете, на нашем ютубе вы найдете. Как в этой обстановке не править или ругать, а молиться за них. Вот у нас в семье было 10 ребятишек. 5 мальчиков, 5 девочек. А отец пришел с фронта, вот так руки нету. И с матерью они вдвоем полкласса не кончили. Были бедно, но ни одного больного ребенка нету. И мы никогда не слышали, чтобы они власти ругали. Никогда мы молимся об этом. За Путина Владимира Владимировича, за Медведева, за Дональда, за Рамзана Кадырова. Вот сейчас там Зеленский, Владимир на Украине. И мы когда дарили книги, мне пришла благодарность от Рамзана Кадырова, от Лукашенко Александра Григорьевича. Потому что эти книги оживляют людей. Я вам просто говорю, чтобы вас заинтересовать. Главное в книгах, это говорится о Христе. Я вот в 23 года впервые Библию получил в руки. И 57 лет иду этим путем. Путем скорби, печали и радости. Рулетка – это самое поганое место в интернете. Тут что попало мужчины делать, женщины тут трясут, с чем попало. Нельзя показывать даже это. Открыто блудят, показывают. Ужас один. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что за это ждет суд Божий. Это Лермонтов писал Михаил Юрьевич на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато и мысли, и дела он знает наперед. И мы хотим сказать людям, чтобы верили во Христа, что он умер за наши грехи, сходили, покаялись, в храм ходили, чтобы после смерти не в аду гореть с сатаною, а быть в раю с Богом. И вот если у вас будет желание, вы меня в скайпе найдете. Если даже, ну скайп где-то, все равно можете найти, это простая система. И я вам отвечу на любой вопрос, любой, потому что я вел занятия сразу в пяти университетах, 13 школ, 3 радиопрограммы еженедельно. И у меня накопилось 4124 вопроса. И сейчас их по отдельности выставляют на нашем ресурсе, на ютубе. И разбито на 55 папок. Работа, семья, дети, политика, экономика, социология, то есть разные-разные вопросы. Я отвечаю, что говорит об этом Библия, святые отцы, а это 300 томов, каноны церкви, это 719 правил. И что говорят об этом жития святых, это 1173 биографии. А вот можно вам вот такой вопрос задать? Так, давайте, спрашивайте. Вот человек вот как бы перед смертью болеет, да? Да. Если его, мы бы, вот лично у меня бабушка болела сильно. Так. Если бы мы его в церковь отвели, она бы там... Она умерла уже, бабушка? Да. Но она, если бы в церкви была, соборовалась, причащалась, то по всей вероятности она на небе. Она с Богом. Быть с Богом во Христе – это счастье, радость. Вот у нас строим, у нас ни одного развода нет. А в государстве, в Российской Федерации, 86% разводов первые три года. А Надежда Константиновна Крупская, жена Ульянова, Владимира Ильича, она говорила, 17% – это катастрофа для государства. У нас только за перестройку в стране сделано 120 миллионов абортов. Государство исчезло. Мы... А у нас этого в помине даже нету. Потому что это убийство. И в стране только один человек запретил у себя, один глава администрации. Рамзан Ахматович Кадыров, Чеченской Республики. Мусульманин, не христианин. Вот что удивительно. Мы можем резко от вас отключиться, потому что батарейка... Так, всё. Вы отходите, да? Отключаю. С Богом. Храни вас Господь. С Богом. До свидания, хорошие мои.